Привет, с вами канал магазина Музыкальный Мастер, я Владислав Феденко и сейчас у меня в руках контроллер I-Controls от Icon. Это контроллер для управления цифровыми звуковыми рабочими станциями, который имеет 9 фейдеров, 9 энкодеров, клавиши Mute Solo, клавиши управления транспортом и джойстик, который выполняет функцию мышки. В этом видео я вам расскажу, как оптимально подружить контроллер I-Controls с цифровыми станциями Nuendo и Cubase от Steinberg. Первоначально нам нужно установить программу I-Map, которую можно скачать с сайта производителя или же установить из диска, который входит в комплектацию программы. У меня она уже установлена, поэтому я ее сразу же запущу. Нажимаем клавишу MIDI Devices, MIDI Out выбираем Icon, I-Controls. В Control Mode выбираем Cubase Logic Make и Control и нажимаем кнопочку Send Data. Send Complete. Хочу также заметить, что в момент работы с I-Map контроллер не должен использоваться никакой сторонней программой. После выбора режима работы контроллера запускаем рабочую станцию. Заходим во вкладку Device, выбираем пункт Device Setup, Remote Devices, нажимаем плюсик в левом верхнем углу и выбираем Make и Control. Задаем MIDI Input I-Controls и MIDI Output I-Controls и нажимаем OK. Запустим проект и посмотрим, чем же управляет контроллер в этом режиме. Секция транспорта у нас все понятно. Тут все кнопки логично подписаны. Первые 8 линейок управляют секцией из выбранных 8 каналов. Фейдеры, соответственно, отвечают за громкость. Энкодеры за баланс. Верхний ряд кнопок Mute. Нижний ряд Solo. На девятой линейке фейдер отвечает за ручку громкости мастер-секции. А кнопками мы можем выбирать нужную нам группу из 8 каналов, которой мы управляем. Но это еще далеко не все, чего можно добиться от контроллера I-Controls. Помимо основного слоя, у него еще есть 3 дополнительных слоя, которые вы можете назначить, как вам удобно. В своей работе мне часто приходится обрабатывать живые барабаны. Поэтому на второй слой я назначу себе управление динамической обработкой. Я пользуюсь плагином C1 Compressor Gate от Waves. Для назначения функции контроллера я снова захожу в вкладку Device, Device Setup, Remote Devices. Нажимаю плюсик, выбираю Generic Remote и выбираю Icon, I-Controls. Удаляю все функции, которые нам предлагаются по умолчанию. И создам свою. Для начала я назначу клавиши на 9 линейке, как кнопки выбора каналов, чтобы с легкостью при помощи контроллера мы могли выбирать нужный канал для редактирования. Назовем этот параметр Next Channel. Выберем на контроллере второй слой, нажмем нужную кнопку и кнопочку Learn. Как мы видим, появился адрес канала и канал. В нижней таблице зададим нужную команду для этой кнопки. В колонке Device выбираем пункт Command. В колонке Channel Category выбираем пункт Project. И в колонке Value Action выбираем Select Track Next. Аналогично назначим команду Previous Track. Хочу заметить, что 9 линейка на 2, 3 и 4 слое по умолчанию находятся на одном MIDI-канале. Поэтому на нее рекомендую всегда назначать глобальные функции. Далее назначим команды для управления динамической обработкой. Добавляем команду. Это у нас будет команда управления параметром Threshold компрессора. Запоминаем контроллер. В колонке Device выбираем VST Mixer. В колонке Channel выбираем Selected. Это означает, что мы будем работать с выбранным каналом. И в параметре Value выбираем Insert 1 и функцию Threshold. Аналогично назначаем остальные параметры. Также на 8 линейке я назначу функцию включения и выключения редакции первого инсерта выбранного канала для быстрого вызова динамической обработки. На вторую кнопку функцию Bypass для данного инсерта. Хочу заметить, что для кнопок в колонке Flag нам следует поставить галочку на функцию Push Button и Toggle. Сохраним все настройки нашего контроллера и проверим работоспособность. 3 слой я назначу на управление эквалайзером. Для примера я возьму Q4 от Waves. Первые 4 фейдера я назначу на управление гейном каждой полосы. Фейдер из 5 по 8 я назначу на управление добротностью. Энкодер из 1 по 4 я назначу на управление частотой. И энкодер из 5 по 8 я назначу на управление типом эквалайзера. Клавиши с первой по четвертую я назначу на включение и выключение каждой из полос. В зависимости от ваших задач вы можете довольно гибко назначать контроллер iControls. И глядя на его цену можно сделать лишь один вывод. Это просто незаменимая вещь для вашей студии звукозаписи. Спасибо за внимание. С вами был Феденко Владислав. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok